11 сентября станица Анастасиевская отпраздновала свой день рождения. Ярко, насыщенно и весело. Ей исполнилось 149 лет. Для станицы это скромный возраст, а для анастасиевцев повод вспомнить былое. Людей, которые немало сделали для поселения, заглянуть в светлое, прекрасное будущее. На праздник отправилась и наша съемочная группа с подробностями Надежда Неткачева и Георгий Калинин. История станицы Анастасиевской началась в далеком 18 веке. Когда она была основана на месте сторожевого поста, построенного полководцем Александром Суворовым. Как административная единица, станица Анастасиевская была образована в 1865 году. По одной из версий, названа станица по имени дочери купца Еремея, которая родилась в день святой Анастасии на месте современной станицы. С тех пор прошло 149 лет. Веселым и шумным было празднование дня рождения станицы. Отличное настроение анастасиевцев, многочисленные гости, головокружительные карусели, широкая ярмарка, концерты, конкурсы и интересные выставки. Пятница и суббота 10 и 11 октября с раннего утра и до самого вечера были насыщены традиционными и любимыми жителями Анастасиевской мероприятиями. И не чувствовалось в эти праздничные дни той особой грусти, которая присуща дню рождению. От осознания того, что промелькнул еще один год. Ведь что такое год для большой казачьей станицы? Лишь краше она становится. Все почетнее ее вековые традиции и весомее достижения жителей. Настроение чудесное. Приятно видеть столько людей отдыхающих. Нравится, что станица преображается. Мы очень рады. Вообще прямо на глазах у нас и лавочки, и тротуары выкладывают плиткой, и на мосту там тоже работа идут. Просто очень рады за станицу, что станица цветет, что люди счастливы, радуются. Вот смотришь, все хорошо. Сегодня день станицы. Это наша родная станица. Как же мы могли сюда не прийти? Так что это эмоции. Вообще все прекрасно. Жизнь прекрасна у нас. Открылся второй праздничный день выставкой солений, варенья и выпечки. Любая хозяйка могла принять участие в конкурсе кулинарного мастерства. А каждый пришедший мог отведать домашние заготовки и всевозможные пирожки, пироги и пирожные. А за самый вкусный экспонат съедобной выставки мог отдать свой голос. Любителям животных тоже было чем себя порадовать. Ежегодно в День станицы проходит выставка декоративных животных – голубей, домашних птиц, которые жители выращивают в своих дворах. Эстафету веселья и радости подхватили и на вечернем концерте, где в торжественной обстановке из года в год чествуют лучших жителей станицы. С праздником Анастасиевцев поздравил председатель районного совета Григорий Литовко. И вот сегодня в нашем зале сидят те люди, старшее поколение, которые помнят нашу славную станицу до войны, во время войны, тяжелые послевоенные годы, восстанавливали ее. И сегодня мы видим нашу красивую, благоустроенную станицу. И, конечно же, благодаря другим жителям – это ваша сослуга. В рамках праздничных мероприятий были присвоены звания почетных жителей Анастасиевского сельского поселения. Это Нина Кобылицкая, Любовь Таран и Георгий Ткаченко. Все они – активисты, внесли неоценимый вклад в развитие родного поселения. Для меня это неожиданно, конечно. Ничего особенного я не делал, наверное, виднее нашим жителям и руководствам. Наверное, за то, что я живу здесь с 1956 года. Учился, сначала родился, учился, в армию ходил и так далее. И трудимся по сей день. За активную деятельность, за любовь к милому краю прозвучали слова благодарности председателям территориального общественного самоуправления, которые оказывают большую поддержку местной администрации в благоустройстве родных мест. В праздничный день станицы с особым трепетным чувством чествовали достойные и активные семьи станицы, которые в этом году отметили супружеские юбилеи. Гордость станицы – замечательная семейная пара – Вячеслав Петрович и Раиса Герасимовна Михальские, воспитавшие двух детей, четверо внуков и двое правнуков. Сквозь годы и нелёгкий семейный путь длиною в 50 лет смогли пронести свою любовь и сохранить трепетное отношение друг к другу. «Просто понимали друг друга, прощали все друг к другу. И не так серьезно ругалась. Ну, бывало так. У меня так все нормально было. И прожили 50 лет». Аплодисментами приветствовали зрители-долгожители, дружные многодетные семьи, новых жителей поселения, хозяев домовладений образцового содержания. Творческие коллективы порадовали прекрасными номерами и подарили всем присутствующим настоящий праздник. «Поя, как истинный малый, выросла, Россия, и прекрасна вся век в твое, долг и за именем твоим красивым. Назва Настаница, Назва Настаница». День рождения Анастасиевской стал неотъемлемой частью жизни каждого станичника. Праздник прошел по-семейному тепло и душевно, оставив у всех хорошее настроение и много улыбок. Перевернута еще одна страница истории Анастасиевской. И в следующем году ее ждет великое событие – 150-й юбилей. Надежда Неткочева, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...